Хай лирте, доброе утро коллеги, представители средств массовой информации. Сегодня начнем наше совещание с анализа реализации национальных проектов России на территории нашего города. Национальные проекты стали мощным рычагом для ускорения решения многих проблем. Появилась перспектива для ликвидации многих болевых точек. Проектный подход, когда четко обозначена цель, индикаторы ее достижения позволили вести нам плановую работу. Мы понимаем, что и в какой последовательности будем делать. Я прошу вас доложить о реализации национальных проектов в городе Казани. Национальные проекты, реализуемые в нашей стране по решению президента страны Владимира Владимировича Путина с 2019 года, направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Как и в стратегии социально-экономического развития, нацпроекты нацелены на реализацию мероприятий по трем направлениям. Это человеческий капитал, комфортная среда для жизни и экономический рост. Необходимо подчеркнуть, что город активно продвигает принципы устойчивого развития в своей работе. Базовые принципы ESG находят свое отражение в трех основных направлениях стратегии СССР и нацпроектов и являются составными частями трех приоритетов. Человеческий капитал, комфортная среда и экономический рост. Так, блок экологии заложен в приоритете комфортная среда для жизни и представлен в виде благоустройства общественных пространств, озеленения, защиты окружающей среды. Блок социального управления представлен в приоритете человеческий капитал в виде повышения демографии, образования, здравоохранения и спорта. Блок управления находит отражение в приоритете экономический рост. Это повышение производительности труда, развития МСБ, цифровизации, а также открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления. За все время реализации нацпроектов с 2019 года из федерального бюджета было привлечено 40 миллиардов рублей и еще 25 из республиканского бюджета. Мы регулярно рассказываем о ходе реализации нацпроектов и сегодня я остановлюсь на результатах, достигнутых за последние полтора года. В 2023 году Казань принимала участие в 11 национальных проектов из 13 реализуемых в Республике Татарстан. Работа велась в рамках 24 региональных проектов, затрагивающих приоритетную отрасль экономики и социальной сферы. На реализацию нацпроектов в прошлом году было затрачено 18 миллиардов рублей, из них 9 было привлечено из федерального бюджета, оставшаяся часть из республиканского бюджета. Введена в эксплуатацию школа номер 107 на 1224 ученических мест в Новоуссоинском районе, пристройки гимназии номер 19 на 300 мест в Приволжском районе. Построены три дополнительных корпуса на 1501 ученических мест, каждый в жилых комплексах Салават-Купера, Светлая долина и Солнечный город. При этом мы должны понимать, несмотря на то, что по титулу нацпроектов они проходят в качестве пристроек, это полноценные современные школы, давно востребованные в этих микрорайонах. Также введены два детских сада на 220 мест, каждый по улице Адаратского 4Б и 4Б Корпус 2 в Новоуссоинском районе. Этот район города достаточно обжитой и детских садов здесь не хватало, и именно поэтому было принято решение построить сразу два детских сада именно на этой территории. Ведь был введен в эксплуатацию филиал детской городской поликлиники номер 6 на 180 посещений в смену в жилом массиве Дербышки. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием. В здании на площади 6,4 тысяч квадратных метров размещены инфекционный блок, лаборатория, реабилитационный зал, дневной стационар на 10 коек и рентген-кабинет. Завершены ремонтные работы в молодежном центре «Вертолет». Ежемесячно его смогут посещать более 2 тысяч детей и подростков. Также будут организованы занятия для пожилых горожан и людей с ограниченными возможностями здоровья. В совокупности эти новые социальные объекты стали обслуживать около 20 тысяч детского населения Казани. Продолжилось строительство трех важнейших для города участков новых дорог. Это участок дороги Дублера-Горевского шоссе от улицы Несмелого до ЖК Серебряный Бор. Участок БКК от улицы Магистральная до улицы Девятаево. Участок Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7-Волга в советском районе Казани. Проведена реконструкция мостов в жилых массивах Борисоклебска и Киндери. Отремонтированы 12 участков дорог общей площадью протяженностью 10 километров. Продолжилась реконструкция биологических очистных сооружений Казани и рекультивация иловых полей. Завершена рекультивация Самосыровского полигона. Выполнено благоустройство Большого Голубого озера и Сада Рыбака. Завершены работы по благоустройству и художественному оформлению исторического центра города в Старо-Татарской Слободе. Кроме того, закуплено профильное оборудование в рамках региональных проектов «Цифровая образовательная среда», «Культурная среда», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Спорт-норма жизни». Более подробно остановлюсь на объектах и мероприятиях, предусмотренных на текущий год. В 2024 году Казань принимает участие также в 11 национальных проектов из 13 реализуемых в республике. Работа по ним в этом году ведется в рамках 20 региональных проектов, на реализацию которых в текущем году планируется выделить свыше 10 миллиардов рублей. Из них 7,3 миллиарда рублей средства федерального бюджета, оставшаяся часть средств бюджета республики. Наибольший объем расходов приходится на национальные проекты «Экология», безопасные и качественные дороги, здравоохранение и образование. Реализация нацпроекта «Экология» осуществляется в рамках оригинального проекта «Оздоровление Волги на территории республики Татарстан». В текущем году планируется завершение реконструкции биологических очистных сооружений Казани, а также продолжение рекульсовации иловых полей, на которых предусмотрены расходы в сумме 2,1 миллиарда рублей и 2,8 миллиарда рублей соответственно. Завершить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани и ввести их в эксплуатацию планируется в текущем году. После реконструкции мощность городских очистных сооружений увеличится до 650 тысяч кубометров стоков, что на 23% больше изначальной проектной мощности. Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ведется в рамках двух региональных проектов. Это региональная и местная дорожная сеть. В текущем году планируется отремонтировать 9 участков общей протяженностью 6,3 километра. Это участки дорог по улицам Сибирский трак Копылова, Химиков, Заслонова, Гаврилова, Галимжана-Буруди, Моисеева, проспекту Ибрагимова и дорогу от жилого массива Тары до Старого Победилова. Общий объем финансирования составляет 1 миллиард рублей. В комплексе работ предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжих частей, тротуаров, установка ограждений безопасности, дорожных знаков, организация сетей наружного освещения и светофорных объектов. Согласно проекту, доля дорог в нормативном состоянии к концу года должна составить 85%. В настоящее время этот показатель практически уже приблизился к этой планке. Кроме того, продолжается строительство Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7-Волга. После завершения строительства Вознесенского тракта будет разгружен Мамадышский тракт, где ежедневно часы пик простаивают в километровых пробках жители жилых массива Константинова, Больших и Малых Клыков, Самосырова, Новых Жилых Комплексов, Светлая и Далена Весна, Нокса Парк. Предполагается, что в полной мере с возложенной на него задачей Вознесенский тракт справится, когда откроются оба участка магистрали длиной 11,3 километра. Он примет на себя трафик не только с перечисленных выше территорий, но и с жилых микрорайонов Азина, Горки, поселков Салмача, Вознесенской и Привольно. Добраться от центра Казани до М7 можно будет всего за 15-20 минут. Производится реконструкция мостов жилых массива Константиновка и Кадышева. На сегодня работы по этим объектам выполнены на 34,23% соответственно. В рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» закупается оборудование для развития интеллектуальных транспортных систем. На сегодняшний день на улицах Казани 219 светофорных объектов из 475 работают в адаптивном режиме и подключены к единому центру управления автоматизированной системой управления дорожным движением. Установлено 783 детектора транспорта, 333 камеры видеонаблюдения. Благодаря развитию скоординированного управления пропускная способность уличной дорожной сети с 2013 года увеличилась на 15%, также в разославие средней скорости эксплуатации. В 2024 году планируется подключить к системе еще 14 светофорных объектов. Наиболее значимое мероприятие нацпроекта здравоохранения на территории Казани реализуется в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в этом году в жилом комплексе Слават Купере продолжает строительство самой большой в городе поликлиники, которая будет обслуживать более 60 тысяч жителей. Это будет самое крупное медицинское учреждение Казани площадью 12 тысяч квадратных метров. В медучреждении будут созданы все необходимые условия для охраны здоровья граждан, диагностики и профилактики заболеваний. В здании разместятся поликлиники для взрослых, детская поликлиника, женская консультация, травматологические пункты и филиал станции скорой медицинской помощи. Новая поликлиника будет подвензана городской клинической больницей номер 12, которая является одним из крупнейших лечебных учреждений Татарстана. На сегодня выполнение работ превышает 85%. По графику ввод поликлиники ожидается ко дню города. Также в текущем году ведется строительство офиса врача общей практики в жилом комплексе Борисоглебской и капитальный ремонт пяти объектов здравоохранения. Поликлинические отделения номер 3 и 4, горбольницы номер 16, женская консультация по улице Даурская, детская поликлиника номер 9, ее филиал по улице Гаврилова. Кроме того, планируется приобретение оборудования для 13 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По программе для оснащения медицинских учреждений планируется закупить портативные УЗИ-аппараты для больниц Казани. По программе переоснащения будет приобретен маммограф для городской поликлиники номер 18. Также для поликлиник города планируется поставить спирометры, портативные экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови, анализаторы гемоглобина крови и портативные анализаторы уровня сахара в крови с тест-полосками, тонометры и электрокардиографы. В рамках региональных проектов борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, планируется приобретение оборудования и лекарственных средств для республиканского клинического онкодиспансера и региональных сосудистых центров. Реализация мероприятий нацпроекта образования на территории Казани осуществляется в рамках трех рек проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Молодежь России». В рамках проекта «Современная школа» к началу учебного года планируется построить и ввести в эксплуатацию школу на 1500 мест в ЖК «Весна» Советского района. Кроме того, планируется закупка оборудования, средств обучения и воспитания по естественно-научному и технологическому направлениям, а также компьютерного и презентационного оборудования в целях создания детских технопарков «Кванториум» на базе школ. Напомним, в 2022 году подобный технопарк был создан в школе номер 98, а в текущем году ведутся работы по созданию двух технопарков в школе номер 64 и в школе номер 174. Цель создания «Кванториумов» – развитие у детей современных компетенций и навыков, а также практическая обработка материала по учебным предметам. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает закупку вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для семи школ города. В рамках проекта «Молодежь России» в текущем году стартовал капремонт ДК «Химиков», который станет главным центром молодежи Татарстана. В данном помещении планируется размещение концертного зала на 520 мест, медиа-центра, многофункционального и хореографического залов, арты и консервные мастерские. Завершение работы с нетерпением ожидаем к концу года. Реализация нацпроектов «Демография» ведется в рамках трех региональных проектов – «Старшие поколения», «Укрепление общественного здоровья» и «Спортная норма жизни». В региональном проекте «Старшие поколения» ежегодно предусматривается выделение средств на приобретение вакцины для профилактики инфекций для иммунизации лиц старше 65 лет. Мероприятия по иммунизации взрослого населения призваны способствовать увеличению продолжительности жизни, которая на сегодняшний день составляет 76 лет. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» включает работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. В рамках проекта «Спорт. Норма жизни» в этом году будет закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для девяти спортивных школ Казани на общую сумму 38,7 миллиона рублей. Обширная работа проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся на шести объектах городского благоустройства. В настоящее время завершается благоустройство сквера у железнодорожного вокзала «Казань-2». Сейчас там проводится монтаж уличной мебели и озеленение территории. Кроме того, в текущем году планируется завершение работы в сквере столетия образования строительного отрасли Республики Татарстан. Открытие первого участка бульвара по улице Серова, мечети Ердам до водоема. Парк будет полностью адаптирован под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году была также начата реконструкция парка имени Петрова в Кировском районе. Продолжается работа в сквере у памятника Вишневскому. Вслед за Малым Чайковым озером начаты работы по благоустройству территории вокруг Большого Чайкового озера. В настоящее время ведутся подготовительные работы. Всего на цели данного регионального проекта выделено свыше 680 миллионов рублей. Реализация мероприятий нацпроекта «Культура» осуществляется в рамках трех рек проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В рамках первого из них предстоит провести капремонт Казанского государственного театра юного зрителя, закупить оборудование для Казанского академического русского Большого драмтеатра имени Качалова и оснастить образовательные учреждения в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. В рамках проекта «Творческие люди» традиционно проведены международный фестиваль «Шаляпин» и международный театральный фестиваль тюркских народов «Наврус». Отмечу, что эти мероприятия находятся в зоне полномочий Министерства культуры Республики Торстан. Системная работа проводится в рамках проекта «Цифровая культура» с начала 2024 года Национальной библиотеки Республики. Оцифрованы 52 документы, имеющие признаки книжных памятников. В первую очередь оцифровываются издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Свободный доступ и высокое качество электронных копий позволят каждому пользователю в мельчайших деталях смотреть уникальные материалы прямо у себя на экране компьютера. Мероприятия нацпроекта «Цифровая экономика» ведутся в рамках регионального проекта «Кадры». Для цифровой экономики из бюджета РТ предусмотрены 22 миллиона рублей на предоставление грантов на обучение студентов высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ по направлению программной инженерии. Кроме того, предприятия и организации города участвуют в мероприятиях нацпроекта «Производительство труда». В рамках регпроекта «Адресная поддержка повышения производительства труда» на предприятиях предусмотрена поддержка предприятий Казани по направлению «Бережливое производство». В 2024 году проекты по повышению производительства труда реализовали 8 казанских предприятий, 5 находятся в процессе реализации. Всего за весь период реализации этого проекта участие в нем приняли 67 организаций предприятий города. Участие в национальном проекте дает им возможность на безвозмездной основе выстроить производственный процесс таким образом, чтобы максимально исключить из него потери и повысить выработку. Для этого эксперты регионального центра компетенции в сфере производительства труда РТ выходит на предприятие, формирует рабочую группу из его сотрудников, обучает основным инструментам повышения производительства труда. Далее совместно проводят диагностику, выявляя узкие места в потоке и внедряют решения по улучшениям. В результате предприятия достигается сокращение времени протекания процесса и незавершенного производства. Тем самым и получается положительный эффект. В рамках регионального проекта создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предусмотрено предоставление комплекса информационно-консультативных услуг организациями поддержки «Малое и среднее предпринимательство». В качестве оказания муниципальной поддержки самозанятым предоставляются на регулярной основе бесплатные места под сбыт их продукции на городских площадках. Самозанятые привлекаются к участию во всех крупных городских мероприятиях, включая ярмарки, сабантуй, День города и Республики Татарстан. Кроме того, на постоянной основе осуществляется мониторинг федеральных и республиканских мер поддержки. Сводная информация размещается на официальном портале мэрии города. На сегодня количество зарегистрированных самозанятых в Казани достигло 129 тысяч. Напомню, на старте введения этого налогового режима в 2019 году в Казани было зарегистрировано всего 17 761 самозанятые. С начала этого года в России реализуется новый национальный проект «Беспилотная авиационная система». От пилотных проектов ранней работы в этом направлении не проводилась в рамках регионального проекта. Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы предусмотрено оснащение 7 казанских школ обороны для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В Казани охват детей может варьироваться в зависимости от количества учащихся в каждой из пилотных школ и расписания занятий. Обычно в таких проектах участвуют от 10 до 30 детей в каждой школе, что в сумме может составить до 300 детей. Эти занятия будут включать как теоретическую, так и практические тренировки, направленные на развитие навыков управления беспилотными летательными аппаратами и понимание их конструкции. Образовательные организации были выбраны так, как способствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима образовательных организаций. Занятия, как правило, проводят с квалифицированными специалистами в области беспилотных авиационных систем, в том числе специалистами в области робототехники и программирования. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля текущего года президент России Владимир Владимирович Путин объявил о старте пяти новых национальных проектов до 2030 года. Это «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная активная жизнь» и «Экономика данных». Нацпроект «Семья» направлен на поддержку семьи и ликвидацию бедности. Нацпроект «Кадры» призван помочь молодым людям стать профессионалами в своем деле. Проект «Молодежь России» будет развивать молодежную политику. Он обеспечит условия для успешной реализации потенциала младшего поколения. В рамках проекта «Продолжительная активная жизнь» будут проводиться мероприятия по поддержанию здоровья старших граждан. Нацпроект «Экономика данных» обеспечит решение комплексных задач по развитию цифровых технологий в стране. Уважаемые коллеги, национальный проект направлен на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала. Они позволяют не только выйти на качество нового уровня эффективности и конкурентоспособности экономики, но и обеспечить ускоренное развитие социальной сферы благополучия и рост уровня жизни наших горожан. Подводя предварительные итоги реализации нацпроекта в этом году, хочу поблагодарить все структурные подразделения, принимающие участие в этой работе. Проделанная работа позволяет дать оптимистичные прогнозы по итогам года в целом. Национальные проекты крайне важны для наших граждан. Они должны вести к повышению благополучия людей, менять к лучшему городскую среду и социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса. Забота о каждом человеке – это благополучие всей страны. В этом и заключаются основные критерии эффективности нашей общей с вами работы на ближайшее будущее. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Дзяньевич. Присаживайтесь. Мы, каждый из вас, в текущем режиме работаем по реализации национальных проектов, но когда все это в объеме описывается, а выполнены проекты, впечатляют, конечно, и результаты, и цифры. Национальные проекты охватывают все разные стороны нашей жизни. Более того, появляются новые, как сейчас Эльдар Светиан сказал уже. В послании к Федеральному собранию в феврале этого года Владимир Владимирович объявил о пяти новых у нас проектах. Это, еще раз повторюсь, семья, кадры, молодежь России, продолжительная и активная жизнь и экономика данных. Все они с разных сторон нацелены на решение глобальных вопросов, влияющих на качество жизни наших людей. Все они, самое главное, созвучны с ожиданиями людей. Мы на прошлом совещании говорили о дисбалансе на рынке труда. Эти проблемы есть не только у нас в Казани. Поэтому сегодня срочно нужно актуализировать учебные программы с участием работодателей. Именно на это и нацелен национальный проект «Кадры». Также можно только приветствовать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» для поддержания здоровья старшего поколения. И наш проект «Жизнелюб» для пенсионеров, запущенный по инициативе нашего мэра Сураисовича, преследовал именно эту цель – увеличить продолжительность активной жизни пенсионеров, дать им возможность жить для себя, для своих интересов. Они свой долг перед детьми, страной выполнили. Безусловно, важен и уровень здравоохранения. И результаты уже есть. Если в 2014 году средняя продолжительность жизни казанцев составляла 73,3 года, то по итогам 2023 года уже 76,5 лет. Очень важен проект «Молодежь России». Новое поколение должно быть уверено, что у них будет возможность широкого выбора для самореализации. Им предстоит жизнь в технологически новых реалиях, и они должны быть к этому готовы. Поэтому, в частности, в школах создаются технопарки «Кванториумы». Это технически оснащенный центр для развития у детей современных компетенций и центра беспилотной авиации. Мы видим востребованность этих новых направлений. Для примера, на базе 98-й школы в «Кванториуме» в прошлом учебном году занималось порядка 250 детей из этой школы и более тысячи из других школ города. Благодаря таким условиям, которые созданы, раскрываются таланты наших детей. Изобретение двух наших казанских школьников – это Станислава Парамонова и Кирилла Никулина из 83-го лицея. Робот для сбора нефти с поверхности воды в местах разливов вошел в топ-8 лучших изобретений страны. Мальчишки в конце июня стали призерами российской робототехнической олимпиады. Пятиклассник Захар Быльнов из лицея имени Лобачевского также на этой олимпиаде занял второе место. И таких ребят у нас хватает. Национальные проекты помогают поддерживать и имеющуюся социальную инфраструктуру. Сейчас в приоритете подготовка к новому учебному году. О ходе строительства и капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях города Казани в рамках подготовки к учебному году прошу доложить директора МБУ Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани Каратихина Илья Александровича. Пожалуйста. Доложу о ходе выполнения работ по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений города Казани к новому учебному году. В нашем городе продолжает решаться вопрос нехватки учебных мест и доступности получения образования детьми по месту их жительства. Так в текущем году ведет строительство трех школ по улице Родины, микрорайоне М14 в жилом комплексе Весна. В учреждениях предусмотрены столовые, библиотеки, спортивные и актовые залы. Территорию школ оборудованы спортивными площадками и зонами отдыха. Работы выполнены на 75%. В текущем году на территории Татарской гимназии номер 2 имени Шигабудина Мурджани ведутся работы по строительству пристроя на 270 мест, в котором будет размещена школа наставничества при КФУ. Напомню, Татарская гимназия номер 2 является центром национального образования Республики Татарстан и ресурсной базой Всемирного конгресса Татар. В школе наставничества планируется распространение передового опыта по преподаванию на родном языке для студентов и руководителей национальных школ. В здании предусмотрены учебные кабинеты с современным техническим оснащением и оборудованием. Совместно с коллегами из Министерства образования Республики Татарстан и Министерства просвещения России Казань продолжает принимать участие в федеральной программе по капитальному ремонту школ. В 2024 году в рамках государственной программы РФ развития образования проводится капитальный ремонт в шести школах на общую сумму 765 миллионов рублей. Для выполнения полного комплекса ремонта школ необходимы суммы гораздо большие. Однако в рамках государственной программы на каждую школу выделяется порядка 125 миллионов, независимо от площади школы. Исходя из чего по согласованию с директорами учреждений выполняются приоритетные виды работ. В том числе замена инженерных сетей, ремонт специализированных кабинетов, химия, физика, технология, информатика, ремонт фасадов, входных групп, а также приобретение необходимого оборудования, мебели и инвентаря для организации учебного процесса. В пяти из них, где имелась необходимость, ведутся ремонтные работы спортивных залов. Уже одиннадцатый год из республиканского бюджета выделяются средства на капитальный ремонт пищеблоков школ. В текущем году в программу вошли 17 общеобразовательных учреждений. Выполняются работы по замене инженерных сетей и оборудования, ремонту зон готовки пищи и обновлению обеденных залов. Общий процент выполнения ремонта пищеблоков на сегодняшний день составляет 68%. В целях сокращения кратности питания после проведения капитального ремонта количество посадочных мест увеличится на 510. Так, в гимназии номер 94 и школе номер 18 увеличение мест предусмотрено за счет присоединения дополнительных площадей и смежных помещений. При реализации программы отдельное внимание выделяется дизайн-проектам обеденных залов. Применяется индивидуальный подход с учетом специфики каждой школы. Отдельно хочу остановиться на ремонте пищеблока школы номер 18, в здании которой располагалось Казанское женское епархиальное училище. Ему более 130 лет, оно является объектом культурного наследия, что накладывает ряд ограничений на проведение ремонтных работ. Но при этом при разработке дизайн-проекта архитекторам предложено сохранить исторические арочные своды с интеграцией в общую концепцию цветовых решений. Продолжаются работы по созданию комфортных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В четырех школах города в этом году ведутся работы по ремонту соответствующих кабинетов. В таких помещениях выделяется пространство для работы с дефектологами, логопедами и психологами. Устанавливается специализированное оборудование и развивающие тренажеры. Сенсорное оборудование для активности и психологической разгрузки. Пространство рассчитано для индивидуальной работы с каждым ребенком. На сегодняшний день в Казани уже 53 таких базовые школы оборудовано и оснащено кабинетами для 860 детей с ограниченными возможностями здоровья. Шесть лет назад училось 34 таких ребенка. Продолжается работа по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. В пяти школах первой категории запланированы работы по устройству контрольно-пропускных пунктов. В рамках федерального проекта стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы в пяти пилотных школах города отремонтированы помещения для проведения практических занятий, организованы полетные зоны и обеспечена современная инфраструктура для разработки, ремонта и эксплуатации беспилотных. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» город Казань участвует в программе по созданию технопарков «Кванториум» на базе школ. В текущем году ведутся работы по созданию двух технопарков в школе 64 и школе 174. Ежегодно для поддержания общеобразовательных учреждений города Казань в надлежащем состоянии выполняются работы по текущему ремонту. Главная задача – это устранение замечаний по предписаниям надзорных органов и, в первую очередь, исполнение судебных решений. Работы по текущему ремонту ведутся в 32 школах на общую сумму 128 миллионов рублей. При этом по результатам ремонта их работ будут закрыты 11 пунктов предписаний и 3 судебных решения. Ежегодно выполняются работы по валке и обрезке деревьев на территориях школ, техобслуживанию систем отопления, а также устранение аварийных ситуаций на общеобразовательных учреждениях. В текущем году выполнены работы по валке и деревьев в 21 школе, устранено 549 аварийных ситуаций. Работы по опрессовке продолжаются в плановом режиме. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Игорь Александрович. Присаживайтесь. Каждый год требуется все больше усилий для подготовки к учебному году. Прежде всего, это связано с приростом школьников, который идет на тысячи уже. Если в 2014 году у нас было 106 тысяч учеников, в 2023 году уже 174 тысячи. Поэтому мы строим новые школы, дополнительные корпуса, реконструируем школьные столовые с увеличением количества посадочных мест. Сейчас в шести школах идет капитальный ремонт. Денег, как уже Александр сказал, на все не хватает, но главные проблемы в этих школах будут решены, а именно это замена инженерных сетей, ремонт фасадов, входные группы, а также замена оборудования и мебели. Но и в других школах во время летних каникул жизнь не замирает. В 32 школах еще дополнительно ведет текущий ремонт. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в четырех школах года ремонтируем кабинеты. Опять же повторюсь, но эти цифры очень важные. За шесть лет количество таких детей с ограниченными возможностями здоровья в школах увеличилось в 25 раз. И не потому, что этих детей стало больше, а потому, что просто в школах создаются условия для их обучения и социализации. Раньше они учились дома, теперь они, к счастью, могут общаться со своими сверстниками. Ну и, конечно же, проводится работа благоустроительная на территориях школ в части антирористической безопасности. Важно, Илья Александрович, чтобы все эти работы были завершены к первому сентября, в чем мы, конечно же, не сомневаемся, но еще один из главных аспектов, чтобы все это было качественно. Коллеги, повестка дня завершена. Всем удачной рабочей недели. Продолжение следует...